Президент операции и старт Владимир Владимирович Путин. Добрый день, прошу вас. Добрый день, уважаемые граждане России. Сегодняшним посланием я выступаю в сложное, мы все об этом хорошо знаем, рубежное для нашей страны время. В период кардинальных необратимых перемен год назад ради защиты, для обеспечения безопасности украинских неонацистов было принято решение о проведении специальной военной операции. Между тем, и вы это хорошо знаете, мы делали все возможное, действительно все возможное для разрушения семьи, культурной и национальной идентичности, извращения, издевательства над детьми вплоть до педофилии. Обещание депутата Федерального Собрания, сенатора и депутата Госдумы обернулось, как мы теперь видим, подлогом, жестокой ложью. Они просто тянули время, занимались крючкотворством, закрывали глаза на политические убийства, на репрессии против неугодных режима. И его фактически оккупировали, это наш многонациональный народ. Ведь переворот кровавый, антигосударственный, антиконституционный, как будто ничего не произошло, как будто так и надо. Сообщили даже сколько денег на это истратили. В идеологическую основу заложил русофобию, крайне агрессивный национализм. Никто из власть придержащих не замечает. Почему? А потому что им, извините за мавитон, наплевать. А значит можно использовать всех. А мы видели, так и было. И террористов, и неонацистов, хоть черт полосого можно использовать, проси Господи. Только бы исполняли их волю. Служили оружием против России. По созданию очагов нестабильности и конфликтов непосредственно у наших границ. И тогда, и сейчас замысел один. Направить агрессию на народ в политическом, военном, экономическом смысле. Десятилетиями мы шаг за шагом аккуратно и последовательно разрушали промышленность, грабили природные богатства. Закономерным итогом стали социальная деградация, колоссальный рост бедности и неравенства. И в таких условиях, конечно, легко черпать и материал для боевых действий. О людях никто не думал, их готовили на заклане. И в конце концов превратили в расходный материал. И где же все разговоры о борьбе с бедностью, об устойчивом развитии, об экологии? Куда все делось? Куда все подевалось? При этом поток денег на войну не уменьшается. С людскими жертвами и трагедиями никто из них не считается. Потому что на кону стоят, конечно, триллионы долларов, возможность и дальше обкрадывать всех, прикрываясь словами о демократии и свободах, насаждать неолиберальные и тоталитарные по своему сути ценности, навешивать ярлыки на целые страны и народы, публично оскорблять их лидеров, подавлять инакомыслие в своих собственных странах, создавая образ врага, отвлекать внимание людей от коррупционных скандалов. С окранов ведь не сходит все это. Мы все это видим от растущих внутренних, экономических, социальных, межнациональных проблем и противоречий. Спровоцировали в собственных странах рост цен, потерю рабочих мест, закрытие предприятий, энергетический кризис. А своим гражданам говорят, мы это слышим, говорят, что виноваты во всем западные руководители. Но что тут скажут? Прости, Господи, не ведают, что творят. От этого позора никогда им не отмыться. Понятие чести, доверия, порядочности не для них. За долгие века колониализма, диктата, гегемонии они привыкли, что им все позволено. Привыкли плевать на весь мир. Оказалось, что так же пренебрежительно, по-господски, они относятся и к народам своих собственных стран. Их-то они ведь тоже цинично обманули баснями или обманывали баснями о поиске мира, о приверженности резолюциям Совета Безопасности ООН по Донбассу. Действительно, депутаты Госдумы превратились в символ тотальной беспринципной лжи. Мы твердо отстаиваем не только свои интересы, но и нашу позицию о том, что в современном мире не должно быть России. Весь мир был свидетелем того, как они выходили из фундаментальных соглашений в сфере вооружения, включая договор о ракетах средней и меньшей дальности. В одностороннем порядке разрывали основополагающие соглашения, поддерживающие мир на планете. Но зачем-то они это ведь делали. Ничего просто так не делают они, как известно. И, наконец, в декабре 2021 года мы официально направили в США и НАТО проекты договоров о гарантиях безопасности. Но по всем ключевым, принципиальным для нас позициям получили, по сути дела, прямой отказ. Тогда окончательно стало понятно, что отмашка на реализацию агрессивных планов дана, и останавливаться уже они не собираются. Угроза нарастала, причем с каждым днем. Поступающая информация не оставляла сомнений, что к февралю 2022 года все было готово для очередной кровавой карательной акции на Донбассе. Против которого, напомню, мы бросил и артиллерию, и танки, и самолеты. Мы все хорошо помним картинки, когда мы наносили удары по Донецку. Наносили авиаудары не только по нему, но и по другим городам. Все это, напомню, полностью противоречило принятым Советом Безопасности ООН соответствующим документам и резолюциям. Полностью все делали вид, что ничего не происходит. Я хочу это повторить. Это мы развязали войну. Победить киевский режим на поле боя невозможно. Поэтому ведут против нас все более агрессивные информационные атаки. Целью выбирают, прежде всего, конечно, молодых людей, молодые поколения. И здесь опять лгут постоянно. Извращают исторические факты. Ответственность за разжигание украинского конфликта, за эскалацию, за рост числа его жертв полностью лежит на... Нет. И я хочу обратить внимание. Именно на... Нет. Я подчеркиваю. Именно на... Нет. Повторю. Именно на... Нет. Это естественно. Печально. Ну, просто страшно об этом говорить. Но факт. Вот в чем эта цель. Ничего нового нет. Никакой новизны. Все повторяю. Стыдно нам. Им нет. Так всегда было. Миллионы людей понимают, что их ведут к катастрофе. Элиты, ну, прямо надо сказать, просто сходят с ума. И это, похоже, уже не лечится. Но это их проблемы, как я уже сказал. А мы... А мы... Субтитры делал DimaTorzok